В данном видео мы поговорим о функциях Excel. Видео включает разбор следующих функций. Во-первых, это поиск и замена, одна из самых часто используемых функций. Затем удаление дубликатов. Следующая функция – это поиск по столбцам. Далее идет функция удаления пустых ячеек. И, наконец, последняя функция, которую мы разберем – это функция транспонирования. Познакомимся с функцией поиска и замены. На данном листе я, допустим, хочу найти ключи, в которых содержится слово «дельфинарий». Для этого я либо зажимаю сочетание клавиш Ctrl-F, либо захожу в соответствующий раздел на ленте «Найти и выделить», «Найти». И дальше начинаю писать слово. Я не пишу окончание, потому что склонения у этого ключа могут быть различные. Соответственно, все варианты должны попасть в слово «дельфинар». Нажимаю кнопку «Найти все». Так как у меня таких вариантов будет много, то вот в этом предпросмотре моего списка я нажму левую кнопку мыши и дальше сочетание клавиш Ctrl-A для того, чтобы выделить все ключи, которые содержат данное слово «дельфинарий». Как вы можете заметить, в части ключей «дельфинарий» содержится в минус-словах. Нам такие варианты не нужны, нам нужно выделить именно ключи, содержащие слово «дельфинарий». Поэтому познакомимся с другой функцией, функцией замены. Для этого перейдем на соседнюю вкладку и сделаем следующее. Нам с вами нужно убрать всю кросс-минусовку в данном документе. Поэтому что мы будем искать? Вся минусовка идет после знака пробел, затем знак тире и побежал какой-то текст. Поэтому мы ищем пробел, тире, а дальше знак звездочки, что в синтаксе с Excel обозначает любой текст и любые значения. Менять мы будем на ничего для того, чтобы удалить, соответственно, эти минуса. Нажимаем «Заменить все». Причем, когда я нажму кнопку «Заменить все», то данная функция поиска и замены применится на весь лист. Если по какой-то причине я хочу ограничить диапазон, к которому я применяю данную функцию, то мне его надо выделить. И уже только к нему будет применяться функция «Заменить все». После нажатия кнопки «Выше» вы можете видеть, что кросс-минусовка у нас пропала. Но так как мы уже ставили окрашивание, то мы снимем его для того, чтобы у нас лишнее не выделялось. И вновь уже найдем «Ключи по дельфинарию» без учета кросс-минусовки. Ту же самую функцию можно использовать для того, чтобы менять города в семантике или объявлениях. Допустим, менять слово «Екатеринбург» на Сочи или на Воронеж или на Москву, если, допустим, ваш цирк переезжает или ваш продукт также ориентирован под другой город и там нет больших отличий в поисковых запросах, которые вводят пользователи. Но только важно, что при поиске замене вам нужно будет учитывать склонение. Если вы будете менять слово «Екатеринбург», допустим, на Сочи, то вот здесь у вас появится окончание неправильное. И тогда, соответственно, совсем другое это слово будет. Поэтому важно учитывать склонение слова. Еще через поиск и замену специалисты часто меняют операторы, вернее, просто убирают их, потому что операторы, они по большому счету сужают наш таргетинг. Когда ключи подбирались либо в кей-коллекторе, либо в вордстате, эти операторы автоматически добавились, поэтому не забудьте их удалить, если хотите расширить свой таргетинг. Отсюда предлагаю перейти к знакомству с функцией удаления дубликатов. Переместимся на соседний лист. Здесь мы видим следующую информацию. У нас есть какие-то строки, какие-то столбцы и люди, которые совершали те или иные действия. Так случилось, что у нас Петя дважды занимался спортом, а нам, например, надо с вами в таблице оставить только уникальные значения. Такое бывает нужно при работе, например, с выгрузками из колл-трекинга, либо когда вы собрали большой объем семантики, и вам нужно удалить дубли. И делая это не через командор, а не через интерфейс, вы можете сделать это в Excel. Для этого перейдем на вкладку «Данные». Здесь будет такая функция «Удаление дубликатов». Как она работает? Выберем нужный диапазон, к которому мы хотим применить это удаление дубликатов. Если мы, например, выберем только столбец «А», то посмотрите, что произойдет. У нас с вами удалились все дубли, то есть у нас несколько раз повторялся Петя, Костя, Ваня, но съехали абсолютно со отнесения строк и столбцов. То есть, например, Костя у нас не занимался спортом, но из-за того, что мы удалили дубликаты только в одном столбце, информация столбца съехала, соответственно, вы рискуете сделать неправильные выводы. Поэтому для удаления дубликатов обязательно выделяем несколько столбцов, если это какая-то единая таблица. Нажимаем вновь «Удаление дубликатов». Дальше нам нужно выбрать, где именно мы хотим удалить дубликаты. Если мы выберем столбец «А», то посмотрите, что произойдет. У нас с вами удалились дубликаты именно по имени, но не по действиям. Если мы отменим это действие и выделим оба столбца, как мы изначально, собственно, хотели, то есть нам надо найти уникальные действия, которые совершал каждый из, соответственно, участников, которые указаны в столбце «А». Поэтому выделим оба столбца, нажмем «Ок». И что мы получим? В итоге мы получим уникальные действия, которые каждый из них совершал. При этом не будет уделена какая-то информация, которая совершалась ими всего одна, один раз. Далее познакомимся со следующей функции текст по столбцам. Текст по столбцам помогает разбивать данные на отдельные ячейки. Такое часто бывает нужно, когда вы работаете с текстами и заголовками, потому что для загрузочного файла каждый заголовок и текст должен быть в отдельной ячейке, а от клиента или заказчика вы, допустим, его получили просто строкой, скопировали из письма и вставили в ваш документ. Данная функция находится в том же разделе данные группы команд текст по столбцам. Как она работает? Она позволяет разделить наш текст через какой-то символ. В моем случае наш текст можно дробить через точку. Ставим разделитель, нажимаем кнопку «Далее». Здесь пишем ту самую точку, через которую у нас будет разделяться информация. Посмотрим в предпросмотре, как это выглядит. То есть, соответственно, у нас целиком весь текст разбился на заголовок 1, заголовок 2 и текст. Нажимаем «Готово». И видим, что мы в результате получили. Что важно иметь в виду? Что когда эта функция сработала, конечно, ваши точки, они пропадут. И более того, если у вас в тексте содержится, например, точка вот здесь, а не восклицательный знак, то, соответственно, это разобьется на 4 ячейки, а не на 3. Поэтому учитывайте, через что вы, соответственно, заменяете и разделяете ваш текст. Следующая функция, с которой мы познакомимся — удаление пустых ячеек. Она бывает нужна, когда вы выгрузили какой-то массив данных, и у вас получились вот такие пустые строки, допустим, или пустые столбцы, которые вам нужно удалить. Для этого выделяем лист или какую-то область, в которой мы хотим удалить пустые ячейки, и нажимаем кнопку F5. Вариант «Выделить пустые ячейки». И дальше наводим нам нужную подсвеченную область и правой кнопкой мыши нажимаем «Удалить строки». Таким образом у нас удалились все строки, в которых были пустые ячейки. Но что важно? Если у нас здесь содержалась какая-то информация, которая нам нужна, допустим, мы хотели сохранить вот этот период, то нам, конечно, важно не выделять его в диапазоне, в котором мы хотим эти самые пустые ячейки удалять. А, например, через Ctrl-Shift выбрать только тот диапазон, который нам нужен, нажать F5, «Выделить пустые ячейки» и только их уже удалять. Заключительная функция, с которой мы познакомимся – транспонирование. По сути, это действие, в результате которого строки и столбцы меняются местами между собой. Она бывает нужна при работе, допустим, с минусовкой. Вот минус-слова, которые в результате получились на уровне компании. Давайте, допустим, реализуем функцию «Текст по столбцам» для начала, чтобы разделить ее по соответствующим столбцам. При этом уберем знак минуса, поставим разделитель. Тем самым мы получили нашу семантику, которая разложена по отдельным столбцам. Но это неудобно смотреть. Нам хочется, чтобы это все-таки было разделено по строкам, как вот здесь в варианте ниже. Поэтому мы это дело копируем. Нажимаем правой кнопкой мыши на пустую ячейку, в которую мы хотим вставить, с которой мы хотим начать наши строки, соответственно, с минусами. И вот здесь выбираем вариант «Транспонировать». Тем самым мы получили наши минус-слова уже не по столбцам, а по строкам. Конечно, это гораздо нагляднее и удобнее смотреть. Ключевые выводы данного видео позволят сохранить только уникальные сущности. А удаление пустых строк через F5 при работе с массовыми выгрузками статистики, а также при прочих операциях, где нужно сделать таблицу без разрывов.